Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как, применив нехитрые способы, облегчить свой труд в саду. Первый способ. Как быстро почистить фасоль. Разлузгивать каждую стручку – это очень хлопотно и долго. И тем более повреждаются руки. Как же ускорить этот процесс? Необходимо взять обычный мешок, стручки фасоли и полено. Засыпаем стручки в мешок, берем полено и стучим по нему. Зерна быстро выпадают из стручков, легко достается мусор. И очищенные зерна высыпаем в ведро, либо в какую-то другую емкость. Конечно, могут там оставаться небольшие фракции растительного мусора, но все это легко можно выдуть на ветру и получить чистые зерна. Такой способ подходит, если у вас очень большой объем фасоли и хочется побыстрее сделать работу. Вторая садовая хитрость. Как сделать ровные рядки на грядке? Я применяю обычный скребок. Это металлическое изделие на палке. Чем-то напоминает тяпку, но имеет немножко другие габариты. Таким нехитрым инструментом очень легко делать рядки. Берем скребок, ставим его вертикально и проводим ровно рядок. Потом ставим его горизонтально и проводим второй. То есть после каждого рядка отмеряется ровное расстояние. Не нужно использовать каких-либо рулеток, веревок. Получаются ровные рядки. Можно также регулировать и глубину рядка. Просто следует немножко сильнее нажать на палку. Расстояние между рядками получается около 30 сантиметров. А этого достаточно для хорошего развития растений. Это удобно для обработки грядок, для прополки, подсыпки. Поэтому всем рекомендую сделать такое изделие. Садовая хитрость номер три. Каждый год мы приобретаем много различных растений. Высаживаем их на грядки, в школки, в цветники. Но со временем забываем их название. Как же все запомнить? Следует применять таблички. Конечно, можно использовать какие-то пластиковые таблички, подписывать их маркером. Зачастую можно увидеть в интернете, как люди используют обычную пластиковую посуду одноразовую. Вилки, ложки и ножики. На них маркером пишут название, втыкают около растения и таким образом обозначают какой-то определенный сорт. Я же рекомендую применять таблички. Таблички можно изготовить из обычной пивной банки. Ножницами разрезаем банку. Берем обычный гвоздь или шило, что есть под руками. И нацарапываем название сорта. Прокалываем дырочку, втягиваем веревку и привязываем к растению. Такая табличка будет очень долговечная. Она не заржавеет, так как банка имеет определенное устойчивое покрытие. Надпись не выгорит, потому что она нацарапана. Это очень удобно. Всем рекомендую. Садовая хитрость номер 4. Если вы хотите вырастить много сортов томатов, а мест на подоконнике у вас не хватает, для этого есть один действенный способ. Можно высевать томаты на зиму. Да-да, именно на зиму. Причем можно использовать целые плоды томата. Для этого в теплице, а можно и на улице, выкапываем небольшие ямки глубиной 15-20 сантиметров и ложим туда плод томата. Присыпаем землей, сверху мульчируем листьями и ждем весны. Как только приходит весна, на улице тепло становится, а в теплице этого очень рано происходит, нужно убрать мульчу, подрыхлить сверху почву и накрыть спонбондом. И у вас появятся всходы. Когда садим целые плоды, всходы будут кучками. Чем же хорош такой способ? Он дает не только экономию места на подоконниках, но еще томаты, выращенные таким способом, получаются крайне устойчивыми к заболеваниям, к погодным условиям, климатическим условиям. Они обладают очень сильным иммунитетом. Конечно, в северных регионах сложнее будет вырастить таким способом томаты, так как рассада может не успеть до морозов вырасти и дать плоды. Но если высевать сорта раннеспелые, то можно получить неплохой результат. Садовая хитрость номер пять. Зачастую у нас на участках появляются слизни. Хоть у меня они и редкие гости, но все же могут повреждать урожай. Я применяю ловушки-домики для них. Использую обычную трубу, которая осталась после стройки. В них насыпаю отраву от слизни. Например, слизниед. Трубку помещаю на грядку и оставляю ее там. Слизни залазят в трубку, так как туда не попадает солнце. Они чувствуют там себя очень комфортно. Вот, они поедают эту отраву и умирают. Очень простой способ. Если у вас под руками нету таких трубок, то можно использовать обычные пластиковые бутылки, лучше темного цвета, чтобы было затенение, потому что слизням нравится вот эта темнота и влажность. Надеюсь, вам всем пригодятся данные садовые хитрости, которые помогут облегчить работу в саду. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова